Витаю, друзья! Вы на Фаброфеновым, мы называем Евгения Кутнова, и мы с феврозумным сегодня политтехнолог-пусьменник, это публицист Михаил Шейтельман. Михаил, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Да, здравствуйте, Евгения. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению важных и актуальных новостей, попрошу, пожалуйста, зрителей, которые будут смотреть этот стрим, подписаться на нашу платформу. Это важно в целом для нашей работы. И таким образом мысли и мнения Михаила Шейтельмана смогут увидеть и услышать как можно больше людей. И за это я искренне благодарю. А также, друзья, призываю обязательно подписаться на YouTube-канал нашего уважаемого эксперта Михаила Шейтельмана. Там также очень много важной и полезной информации. Михаил, если вы не против, я бы хотела нашу беседу начать с событий, которые происходят в Белгородской области. Падение транспортного самолета Ил-76 в Генеральном штабе ВСУ. Сделали заявление на фоне этой информации. Сказали, что продолжится уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической оброзы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении. В Главном управлении разведки также было заявление, и там сказали, что обмен не состоялся. Ведомство не располагает данными, находились ли украинские пленные на борту. Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях Российской Федерации с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что все это происходит на фоне успешных украинских атак по территории Российской Федерации? Мы видим, как мы сбиваем российскую авиацию в том числе. Все это происходит на фоне Рамштайна снова-таки. Не направлено ли это на то, чтобы Запад, в частности, не согласовывал нам операции именно на территории Российской Федерации? Возможно, вообще шла речь о том, чтобы нам и разрешить использовать и западное вооружение. Вот какие у вас ощущения? Ой, ну мне, во-первых, показалось, что действительно, если есть у них цель, то цель действительно дестабилизации внутри Украины. И она им удается, потому что вчера, вот, например, была такая тревожная картина. Огромное количество людей вчера в течение дня, когда, собственно, произошло все, писало, почему власть до сих пор нам ничего не сообщила, они обязаны срочно сообщить, они не имеют права молчать. Ну а что власть должна сообщить? У них же нет доступа к месту падения самолета. Откуда они могут знать? Поэтому все такие требовательные сидят. Но сидят и требуют, прям срочно сообщите. А это очень деликатный вопрос. Потому что если бы, так как речь идет о жизнях наших солдат, то есть это люди конкретные, у них есть родственники, родители, там, жены здесь, в Украине. И в этот момент начать чем-то спекулировать, власть точно не имеет права. У нас там, знаете, мне кажется, главное как раз быть гораздо более деликатным. Уж свое, как сказать, любопытство можно попридержать, мне кажется, при себе. Но вот, тем не менее, это удалось россиянам в плане раздувания внутреннего какого-то напряжения. Это вот первое, что могу сказать. Дальше, насчет того, что там оружие нам разрешили использовать против России, так нам его, скорее всего, разрешат когда-нибудь использовать против России. Я в это верю, кстати, что разрешат. Но мне кажется, что этот нынешний, назовем так пока это словом инцидент, потому что мы не знаем, что произошло точно, он никак на это не влияет в отрицательную сторону. Потому что тут нет причин. Если бы, не знаю, мы ударили по мирному городу американскими ракетами, то это да, так я не вижу никаких причин. Вообще, вот эти комментарии, которые даны, сейчас они максимально, как я говорю, осторожны, максимально осторожны. И сейчас, как видите, даже я максимально осторожен, я все время говорю все прямо. Но тут нужно, я вот вчера это еще сказал, а потом, что интересно, президент Зеленский тоже сказал то же самое, что нужно оперировать фактами. То есть взять и сказать, вот это факт, это факт, это факт. И вот что для нас сегодня факты по поводу этой всей истории? Есть факт, что упал самолет, есть более-менее факт, что он именно сбит, более-менее. Мы видели обломки, видели, как он выглядит, то есть сбит самолет над Белгородом, причем далеко от границы, не вот у нас прямо, да? Это точно. Он точно военный, потому что гражданские самолеты, потому что там такое было же, россияне же что сделали? Почему они там ООН собирают? Кстати, сегодня соберется ООН, которая вчера отказалась собираться по их просьбе. Они же говорят, что это типа гуманитарный, гражданский, они относятся так, как будто мы сбили гражданский самолет. Говорят, ну как же, летчики, вот ни в чем не виноватые летчики, летели и так далее. Тут есть факт, это называется, это военный самолет. Они говорят, они же сбили не военный, а транспортный самолет. Это военно-транспортный самолет. То есть, кто бы его не сбил, кто бы его не сбил, мы, они, это был точно российский военный самолет. Это тоже факт, российский военный самолет. Значит, вот если сейчас отвлечься пока от ситуации, что кто внутри, то действительно российский военный самолет является легитимной целью, естественно, естественно, с чем бы он там ни летал. Летит российский военный самолет между Чукоткой и Камчаткой, да, И везет конфеты детям, его можно сбивать, естественно. Любая военная техника является легитимной военной техникой. Поэтому никакого, с точки зрения международного сообщества, что бы тут ни произошло, здесь нет никаких, ну, нечего обсуждать в ООН, грубо говоря, я вот так скажу. А вот дальше начинается такая, чуть более тонкий лед, но тут наши уже, я могу ссылаться на факт, потому что это наши сообщили, что нашим, нашему командованию точно никто не сообщал, что полетят какие-то самолеты с пленными. Этого сообщения не было. Вот это главный факт тоже с нашей стороны. Ну, и поэтому в этот момент вся ответственность, естественно, только на Россию, а при чем здесь Украину вообще. Президент также говорит о том, что Украина будет настаивать на справедливом международном расследовании. Михаил, а как на это можно надействовать, видя, как действует Российская Федерация? Вот, в частности, вы упомянули, да, ну, как бы тезисы Главного управления разведки о том, что Украина-то со своей стороны, когда планировалось обмен пленных, выполнила все условия, а Российская Федерация должна была предупредить, даже если там какие-то там, вот, 30-километровая зоня каких-то полетов, правильно? Об этом именно речь и шла в заявлении Гура. Да, просто допустят ли кого-нибудь до расследования того, что в Россию упал военный самолет? Ну, конечно, нет. Но мы, конечно, должны это требовать. Ну, а как? Вот ООН. Там надо будет что-то отвечать сегодня на какие-то претензии со стороны россиян, какие бы они ни были, какие бы они ни звучали. Если вы хотите что-то разговаривать, давайте независимое расследование, пустите независимых экспертов. Сегодня, кстати, Песков уже высказался на эту тему, сказал, что провести расследование международное можно, но только это должно быть расследование преступления украинского там чего-то, не помню, режима. Нам нужно принять преступление, а расследование факторов, да? Расследовать надо на основе фактов. Вот есть факт. Вот упал самолет. Вот надо, собственно, проводить это самое расследование независимо. Тем более, о чем будет расследование? Какая ракета сбила самолет, это будет видно со сбудниковых снимков быстро. Вопрос расследования, я думаю, в том числе о том, какие были договоренности, кого с кем вообще, про что они были. Вот это расследование. Хорошо, Михаил. Будем следить за тем, как будут развиваться здесь события. Будем очень внимательно анализировать. И когда уже будут какие-то более ясные подробности, тогда, если у нас будет возможность, обязательно еще это проговорим. Есть кадры очередной атаки нефтебазы в Туапсе. До этого мы видели удар по нефтезаводу Новотек и, в принципе, атаки на Ленинградскую область. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что беспилотники в дальностью и в тысячу километров для нас уже не проблема. С вашей точки зрения, есть ли проблема и выбор теперь у Путина, например, перед тем, забирать ли ПВО из фронта и таким образом защищать российские города или нет? Вот таким образом это может стать проблемой для Кремля и для Путина? Похоже, уже стало, потому что они не защищали Санкт-Петербург. Просто не защищали. Ну что, они не могли догадаться, что мы сделаем следующий беспилотник, который будет добивать до Санкт-Петербурга? Ну, было достаточно очевидно, что сделаем. Рано или поздно. Не такой большой, наверное, с технической точки зрения вопрос. Если уже есть беспилотники у нас, которые попадают в конкретный дом в Москве, то, ну, хорошо, максимум еще немножко пролететь. И у них не было там ПВО. Это тоже факт. Потому что они на следующий день, на следующий день после базы в ТОАПСЕ стали устанавливать С-300. Значит, прямо причем на виду у всех. То есть это даже не секретная какая-то операция. Настолько, что обычные прохожие там снимали, как они С-300 устанавливают. Мы помним этот анекдотичный случай, как на крыше Министерства обороны они ставят, значит, эти панцири, да, как они там по Москве вокруг всего ставят. Вот теперь то же самое им придется делать в Петербурге. А теперь берем циркуль. Циркуль есть такой предмет. Я уже забыл, как им пользоваться, но он существует. Берем циркуль, втыкаем, значит, вот к нам и так рисуем, а куда мы тогда на тысяч километрах можем попасть. Мы обнаружим огромное количество просто блестящих военных объектов. Просто блестящих военных объектов. Мы обнаружим несколько городов-миллионников. Мы обнаружим военные объекты вокруг них и внутри них. В каждом из этих городов есть НПЗ какие-то, нефтебазы, военные части, военные заводы в каждом городе есть, военные училища есть. То есть, это где скопление военных и тоже они все легитимные военные цели. Просто вот прям стреляй не хочу, как говорится. То есть, мне кажется, набор целей у нас огромный. А защита, вот если территория Украины, она как бы, как сказать, вот линия фронта, а дальше территория Украины сужается. Ну, в смысле, так, в каком-то смысле, да. У нас наоборот, вот линия фронта, а от нее расширяющаяся территория России. Поэтому по площади поражения, вот мы имеем, например, с ними беспилотники с одинаковым радиусом. У нас тысяч километров у них. А площадь поражения у нас будет в 8 раз больше, благодаря тому, что они вот так расходятся, а у нас вот так. То есть, им надо в 8 раз больше ПВО, чем нам, при одинаковой дальности удара беспилотников. В 8 раз. Ну, я примерно там, я не знаю, надо будет посчитать, кстати, самому интересно, сколько там по площади разница. Поэтому, да, у них большая проблема. Вот уже, а где они эти С-300-то взяли? Они же их откуда-то приперли. Ну, там, скорее всего, они вообще их приперли с границы. То есть, Петербург был, наверное, защищен со стороны, там, не знаю, Финляндии или Латвии. А теперь не защищен. А кто там собирался на НАТО нападать? Вот как они будут нападать на НАТО, если у них не хватит ракет этих ПВО для защиты от Финляндии? Кстати, Михаил, вот как пока вы вспомнили о НАТО, известно о том, что НАТО начало масштабные учения. При нем будут принимать участие около 90 тысяч военнослужащих. Скажите, а вот это, в принципе, оно и есть каким-то фактором влияния на Путина? То есть, Путин на это смотрит и вот что думает? То есть, его как-то останавливает, если это каким-то там предохранителем или нет? Ну, вот во всех этих разговорах, да, о том, что возможно столкновение РФ и НАТО. Вот, правильно-правильно. Вот это второй фактор, который вы сказали, он гораздо важнее, чем сам факт учений. Просто факт, ну, учения, ну, ездят туда-сюда какие-то люди. Это ладно. Вопрос зачем? Почему вдруг они сейчас в таком количестве? Почему это крупнейшее учение НАТО чуть ли не в истории? Что случилось? Да, вот это главное. Главная причина этих учений, а не самый факт. И все вот эти публикации, и все вот эти разговоры на тему того, что Россия нападет на НАТО, да, беспокоят Путина. Да, беспокоят. Потому что что происходит дальше? Вот немцы почитали статьи о том, что на них вот-вот нападут. Дейли Мэйл вчера, нет, ну, несколько дней назад тоже написал похожий сценарий. Ага, англичане почитали или кто там это? Билл. Да, и что дальше? И как немецкий народ к этому после этого относится к помощи Украине? Предположим, как говорили, ой, устали от войны в Украине. Устали. Но они же не устанут, это самое, от того, что Россия вот-вот на них нападет. От этого же нельзя устать. Ой, мы устали готовиться к тому, что Россия с минут на минут на нас нападет. Вот финны точно не устанут к этому готовиться, и шведы не устанут, и поляки не устают, и немцы. Как-то вот они не устанут увеличивать свою армию, увеличивать военное производство в связи с этим. Если они не увеличивали, например, кто-то в связи с войной в Украине, то начинают увеличивать ради защиты от России. А когда они наращивают военное производство, вот эти страны, то нам, Украине, это крайне выгодно. Потому что, ну, чем больше они производят, тем больше нам дадут. Это простая арифметика вообще. Они все равно дадут нам некий процент. Вот им же тоже надо что-то у себя там держать. Вот сегодня была новость, что Сунак, по-моему, предложил Шольцу, а давайте, говорит, вы нам дадите Таурусы, да, а мы Украине передадим Стормшедовсы. Это о чем он говорит? Что у него, он готов нам передавать Стормшедовсы, просто у него количественных физически сейчас не хватает. Были бы, он бы и так передал, но у него нету. Макрон передает нам 40 ракет Скальп. Не 400, не 4000, не 40 тысячи. 40 ракет. Но это то, что есть. У Франции на момент, когда она приняла решение давать нам ракеты Скальп, у них всего было их 700 штук. Причем как? Это не обязательно у них, это было произведено 700. То есть, может, из них часть у Франции, а часть там у каких-то других стран они могли продать. Их всего было произведено в природе всего 700. И уже сколько-то дали, еще 40 сейчас дадут. Значит, что они вот как бы остаются. Арсенал-то у них оголяется, да, постепенно. А вот весь этот шум вокруг нападения потенциального России на НАТО, он способствует тому, что народ требует в этих странах от правительства производить оружие срочно, увеличить армию срочно. Надо как-то будет россиян уничтожать, которые придут нас оккупировать. Михаил, а вот это вот предложение Британии, Германии, да, передать Таурус, купить у них Таурус, а Британия нам даст больше Штормшеда, является это таким еще, знаете, как бы тезисом и фактором в пользу того, что мы видим, что Конгресс никак не может определить дальнейшую финансирование и поддержки Украины. И на фоне вот этих вот новостей можно ли говорить о том, что тогда Европа может как бы взять на себя эту функцию? Ну нет, это не связанные вещи, сразу объясню почему. Значит, Британия выделила нам в этом году пакет помощи, там, примерно 3 миллиарда долларов, и в рамках этого пакета будет что-то поставлять. Германия 7 миллиардов евро. То есть в сумме, в денежном выражении, ну, наверное, половину, плюс-минус половину от того, что нам надо, покроет Европа, Япония, Австралия и так далее. Я говорю в денежном выражении про военную помощь, а не про финансовую, это другой вопрос. Второй половина как бы должна была, по идее, дать Америка. Но дальше начинается вопрос, что да, они могут сейчас больше давать, пока Америка что-то не утвердила. Могут. Но номенклатура как бы есть, она ограничена. У американцев есть виды вооружения, которых у европейцев просто не существует. Кстати, у американцев нет аналогов Стормшеду и Тауруса. Просто не существует. Они нам их не дают, потому что таких нет. Есть Атакамсы, но это немного другая история. Но вот эти ракеты, которые запускаются с самолетов и которые, как мы видим, крайне эффективны, потому что их почти не могут сбить россияне, у них такого нет у американцев. Это очень ценное, уникальное оружие. Это самое современное, что есть в мире. Вообще самое современное. Что у россиян нет противоядия против него. Нет. Это очень узкая сфера. Это же мы же опять говорим о десятках ракет, буквально о десятках, которые решают очень узкий круг задач, очень важных, но очень узкий. Вот типа уничтожить корабльного Черкасска, это нужны такие ракеты. Ну, как пример привожу. Уничтожить штаб Черноморского флота в Крыму, нужны такие ракеты. А от американцев то, что нам нужно и то, что мы недополучаем сейчас, не получаем вообще уже с конца декабря, это заряды для хаймарсов, это артиллерийские снаряды и это заряды для патриотов. Вот это горе прям и может плохо кончиться, если нам этого вовремя не дадут. Поэтому тут, к сожалению, европейцы не могут этого компенсировать. Даже если они решат нам дать дополнительных денег, им просто негде взять это все. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не сможет выгнать Россию со своей территории в обозримом будущем. Он сказал, что мы должны смотреть на это реалистично, а не в чрезмерно оптимистических розовых очках, как это часто бывало до сих пор. Россия, безусловно, не является легким или слабым противником. Мы должны постараться, чтобы Украина получила наилучший возможный результат. А какой тогда результат? О чем может быть идти речь? В принципе, эти слова его направлены на что? Снова такие, чтобы аккумулировать вокруг Украины помощь? Или вот что стоит за этими словами? Нет, ну конечно. А он все время почему-то у нас воспринимает как бы с паникой его слова. Человек направляет на то, чтобы мобилизовать европейцев на производство вооружения. Именно на производство. Он даже конкретно говорил, что в Чехии есть избыточные мощности военных заводов. И что то, что ему нужно, как президенту Чехии, чтобы Евросоюз дал деньги на возрождение этих мощностей. И что Чехия готова еще больше производить. В обозримом будущем военным путем нельзя выгнать там всех россиян со всей оккупированной территории. Ну мы в этом тоже уже более-менее убедились. Но это и не нужно. Ведь побеждают не обязательно таким способом. В каком смысле? Нам нужно освободить нашу территорию. Но освободить территорию не означает, что эти там должны побежать. Можно делать по-другому. Ну например, Первая мировая война все время приходит в голову. Первая мировая. Там с территории Франции ну никак не могли выгнать немцев. Годами, годами. Четыре года не могли немцев выгнать с территории Франции. И что? Где они потом оказались? Они сдались, капитулировали прямо, находясь на территории Франции. Немцы сдались. Причем они находили... Они... Ни один солдат Антанты не находился на территории Германии. Наоборот, немецкие солдаты везде находились в других странах. И капитулировали. Потому что их армия была уничтожена. Выведена из строя. Их промышленность не выдержала. Вот это способ, да. Наша армия сейчас, то что производит, это массированно уничтожает российскую технику, например. Людей. То есть, если посмотрите на статистику Генштаба, у нас второй день подряд какие-то уникальные прям цифры там. Сегодня 59 арт-систем, вчера 61 арт-система. Россияне не успевают это производить. Это тоже математический факт уже, что россияне не успевают производить то, сколько мы уничтожаем. Плюс мы уничтожаем почти тысячу человек в день. Раньше уничтожали больше тысячи, сейчас почти тысячу каждый день. И одновременное давление на экономику России. То есть, в любом случае, если спросить Петра Павла, что в целом-то положение России ухудшается, просто каждый день работает на нас, не на Россию. Некоторые думают, что время работает на Россию. Нет. Время работает на нас. Если нам будут продолжать помогать, при условии, что нам будут продолжать помогать, помогали, в остальном время работает на нас. Конечно, экономика России будет схлопываться, военно-промышленный комплекс, он не будет расширяться, ему нечем, не с чем, ниоткуда браться-то. Поэтому он сказал, что быстро не получится, давайте строить новые заводы. Давайте, мы за, мы за. Нам вообще-то, даже если мы выгоним их с нашей территории, нам потом строить еще, расширять армию нужно будет только не за счет солдат, а за счет людей и живой силы, а за счет вот этой самой техники. Сколько нам нужно будет после войны. Да, кстати, об этом говорил Игнат когда-то, что после войны нам понадобится как минимум 200 F-16, чтобы просто, просто патрулировать небо из-за того, что есть Россия. Михаил, а остановить Путина может только успех в СУ или? Есть вот этот вариант или? Есть вариант и. Остановить Путина нельзя только успехами в СУ, сразу говорю. Нельзя только успехами. Но и нельзя остановить Путина без успехов в СУ. То есть нужны успехи в СУ, нужно давление экономическое большое на Российскую Федерацию и давление политическое. Политическое это изоляция. Чем больше удастся добиться политической изоляции, тем лучше. В частности, чем больше стран будут, не то чтобы разрывать отношения, накладывать те же санкции на физических лиц. Так что одно дело экономическое, это одно. Физические лица. Надо, чтобы ни один, скажем так, высокопоставленный россиянин, ни из политики, ни из бизнеса, не имел права перемещаться по планете, чтобы было, ну я так, очень общими, да, мазками. Ну, естественно, что ничего нельзя им продавать, ничего нельзя у них покупать. Нельзя их ничему обучать. То есть, чтобы российские студенты нигде не обучались за рубежом, потому что иначе они приобретут нужные знания для ведения войны. Вот изолировать их, отправить их туда в каменный век постепенно. Это реалистично. Они сами себя не научат у них. Нет, некому. Вот. Вот этот комплекс мер вместе, он и остановит Путина. То есть сбив цены на нефть, в частности, это будет означать? Да, но это самое сложное. Это самая сложная история. Некоторым кажется, что можно сбить цены на нефть. Ну, сегодня сбили, завтра она выросла, да, это нельзя гарантировать. Сбить цены на нефть. Не покупать, вот сделать так, чтобы именно на российскую нефть была такая цена. Вот алюминий, если примут санкции против российского алюминия, Евросоюз планирует с 24 февраля принять такие санкции. Это собьет цену именно на российский алюминий, не в мире. А российский алюминий подешевеет. Вот так, да, конечно. Но главное не допускать, чтобы им что-то продавали вообще. И главное на все, не только на нефть. Просто ничего, чтобы у них не покупали. Пусть они сами все это жрут там следует. Михаил, интересно, события развиваются вокруг истории со Словакией. И премьером Фицца, который приезжал в Ужгород, встречался с нашим премьером-министром. И что он уже сказал, что Словакия не будет блокировать помощь Украине 50 миллиардов. И кроме этого, словацкие частные компании будут поставлять Украине бронированные эскалаторы и машины для разминирования на базе танка Т-72. Вот такие вот договоренности в итоге. Так что выходит, нашли тогда подход и следующий уровень, он точно так же можно действовать. Нашли, но только в одном вопросе, потому что все остальное он так и анонсировал. Его же все слушали только негативную часть того, что он говорил, что все, они будут помогать Украине военную помощь оказывать. Но он тогда же, когда он выступал, когда он стал премьером, он сказал, но мы продолжим оказывать финансовую помощь, просто безвозмездно. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь Украине, он тогда сказал. Наши заводы будут производить оружие и продавать Украине, мы продолжим это делать. Все, что мы не будем делать, это из собственных арсеналов безвозмездно передавать вооружение. Все. Потому что мы все, что могли, передали. Это было единственное. Поэтому насчет того, на что его сейчас уговорили и с чем смогли, это вот не противодействовать выделению 50 миллиардов. Вот это да, вот это какое-то достижение очевидное совершенно, потому что про это он анонсировал, что будет противодействовать. Все, теперь не будет классно, значит смогли договориться. Ну а Орбана можно, видимо, будет додавить не нашими, не нашими молитвами, как говорится. Потому что знаете, вот что произошло за последние опять-таки сутки буквально. Сначала Орбан сказал, после того, как Турция утвердила вступление Швеции в НАТО, Орбан же сказал, так, а теперь пускай премьер-министр Швеции едет ко мне и будем с ним разговаривать об условиях того, как Швеция вступит в НАТО. Наш премьер-министр Швеции сказал, а я что-то не вижу, товарищ, к вам необходимости ехать для этого. Я не вижу. И Орбан что вчера уже? Ну все, я, говорит, скажу парламенту, чтобы проголосовал за вступление Швеции в НАТО. Так что, я думаю, его без нас укатают. Михаил, а риск все равно появления таких же, скажем так, Орбана, Фитца в Европе? Потому что мы известны о том, что этот год выборов, избирательный процесс масштабный запускается. Есть ли риск, что все-таки таких будет больше, таких для Украины? По поводу избирательных процессов, это ошибка выжившего, статистическая ошибка. Вот говорили, вы не представляете, в этом году целых 2 миллиарда человек пойдет на выборы. Ну правильно, в мире 8 миллиардов, раз в 4 года они ходят на выборы, поэтому каждый год 2 миллиарда человек ходят на выборы. Ну это простая арифметика, да? Просто математически так. Ой, в 50 странах будут выборы высших органов власти в этом году. Ну правильно, стран 200, каждые 4 года есть выборы, итого по 50 в год. Это всегда, каждый год такой. Теперь дальше, ну поэтому говорить, ой, этот год особый. В США выборы просто этим он особый, а в остальном-то ничем он не особый в плане выборов. Но есть ли такое, возможно ли такое? Конечно. Мы видим, что вот успех в Словакии и Фитца, он же обеспечен был россиянами, россияне очень помогали, безусловно, вкладывались. Вот они 2 года войны, ну я не говорю, что они делали до этого, это само собой, но все эти 2 года войны они вложили огромные средства, минимум сотни миллиардов долларов, в подобного рода вещи, в пропаганду внутри разных стран. Результат победы Фитца на выборах в Словакии, напомню. Вот это результат, да? То есть может ли быть такое же еще? Может, но это же одно, вкладывали они везде, добились в Словакии. Да, к сожалению, невозможно выигрывать с результатом 100-0. Мы и так вот на всех выборах, которые прошли за время войны, уже были выборы в Италии, мы их, ну, мы, в смысле, их выиграли, я имею в виду сейчас, наши друзья их выиграли. И так вы перечислите еще много выборов, и везде наши друзья их выиграли. Поэтому, кроме Словакии, в Словакии нет, и в Венгрии, кстати, тоже во время войны уже Орбан снова побеждал. Так что 2. 20 на 2, грубо говоря, счет с начала войны. Вот примерное соотношение. Хорошо, Михаил, будем сродиться за тем, как будут развиваться события, будем анализировать. Я благодарю вас, как всегда, за все ваши интереснейшие ответы. Спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я так уж дякую за увагу и вам. Педписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу. Я нагадаю, друзья, подпишитесь обоискованно на YouTube-канал Михаила Шейтельмана. Еще раз всем дякую за увагу, всего наикрощего и до наступного встречи. Спасибо, Евгения, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»